Здравствуйте, с вами Степан Бабкин. Так получилось, я переезжаю летом и начинаю решать постепенно проблемы с переездом. Я обещал рассказать что-то хорошее о Германии, но, к сожалению, опять вряд ли это можно назвать хорошим. Это скорее немножко негатив. Не совсем негатив, не во всем негатив, но есть такой момент, когда вы переезжаете и вам нужно, естественно, с собой перетаскивать все свои контракты, в том числе контракт на телефон интернет-провайдера. В принципе, в Германии, кто не знает, есть такая система вот этих телемедиа-контрактов, то есть телефон, handy, мобильник, можно по контракту взять, то есть, например, тебе дают бесплатно телефон и контракт на два года, и потом, когда контракт подходит к концу, он никуда не пропадает. Он автоматически продлевается на год. То же самое с интернет-провайдером, то есть вы заключаете контракт обычно на два года, и этот контракт нельзя просто взять там написать заранее там, извините, я больше не хочу, даже если у вас что-то не работает, блин, а это бывает очень часто в Германии, что что-то не работает, даже там самые ведущие на ведущие или переведущие провайдеры, они косячат. Это Германия, здесь дорогой, медленный, ненадежный интернет, к сожалению, по сравнению с другими европейскими странами, Германии вот так. Это так, ничего нельзя с ним поделать. Поэтому в Германии почему-то существует такой закон, и я не знаю почему, что контракты нельзя завершить досрочно, даже если какие-то проблемы, потому что у тебя провайдер начинает кормить завтраками. Я знаю случай, когда у меня коллегу кормили завтраками полгода, особенно если дело касается каких-то новых районов города, новых кварталов, пока туда дотянут кабель, пока этот кабель там провайдеры все подключат, освоят, там поставят свои там специальное оборудование там и так далее, пока все контракты пройдут там через все их там фирмы и так далее, все это может тянуться очень долго. И человек реально платит по контракту за интернет, а интернета нет. Такое бывает. Может быть поэтому в Германии провайдеров защищает закон о том, что даже очень тяжело доказать, что провайдер не может предоставить свои услуги, даже если интернет реально работает, но нестабильно. То есть он вообще не работает наглухо, там могут быть варианты. А если он по какой-то причине не зависящий от провайдера не работает, то платишь просто контракт и все. Еще одна проблема при переезде. Так получилось, что я переезжаю из одной земли в другую. Я жил в Баден-Вюртенберг, летом буду переезжать в Rheinland-Falz. А мой провайдер Unity Media. Unity Media работает только в трех землях. В Баден-Вюртенберг, Hessen, Nordrhein-Westfalen. В Rheinland-Falz этой фирмы нет, она не имеет там лицензии, там не работает. Там работает кабель Deutschland, это другая фирма. Там нет этого провайдера. Я им соответственно звоню и говорю, ребята, я переезжаю, проверки, что на том месте, куда я переезжаю, невозможно, чтобы вы мне предоставили услуги. Они говорят, да, это так. Я говорю, я переезжаю летом, я хотел бы завершить контракт досрочно, потому что я же переезжаю. А в Германии есть закон, что если человек переезжает, он может предупредить об этом провайдера за три месяца. Тогда у него действует правило Sonderkündigungskreicht. Это право на досрочное расторжение контракта в связи с какими-то форс-мажорными причинами. Например, вот я переезжаю из одной земли в другую. Если бы там предоставлялся сервис моего провайдера, я бы просто забрал контракт с собой. Просто на новом месте включил бы контракт. Обычно там еще можно какие-нибудь плюшечки получить, типа там, бонусное повышение контракта, там новое оборудование и так далее. Не сложилось. Поэтому я вот хочу расторгнуть контракт. А мне говорят, да, окей, конечно, конечно, но вы должны нам предоставить Unmeldepestetting с тем, что вы переехали. Ну, то есть прописку я должен показать, что я живу уже по новому адресу. Я говорю, ну, я же не могу, я же еще не переехал. Я знаю, что я переезжаю летом, но я еще не переехал. Ну вот, когда переедете, тогда и пришлете. А три месяца начну считаться с того момента, как я пришлю эту бумажку. Это Германия. Вот говорят, Германии все для людей, все законы для людей. Ну, что здесь для людей? Объясните мне, пожалуйста, что здесь в этой ситуации для людей? Я говорю, прям эту девушку спрашиваю, разве это не Абцока, да? Из-за них тайна Абцока. Абцока это, ну, типа там, ну, Кидалова. Гробно говоря, это что, не Кидалова, что ли? Она говорит, да, Кидалова, я понимаю, но это закон. Это закон Германии, что можно расторгнуть досрочно контракт, если на новом месте после переезда не предоставляются услуги этим провайдерам. Здорово, но включить эту опцию можно только после того, как переехал, вернее, после того, как ты зарегистрировался по новому месту жительства и прислал анмельный бешанин. Расторгнутый договор может только к концу месяца. Соответственно, например, если бы я сейчас переехал, сейчас у нас март, то вот апрель, май, июнь я еще уплатил, а я переезжаю летом, соответственно, потом еще буду три месяца платить. Ничего с этим нельзя поделать, это закон. Единственная ситуация, которую можно развернуть в свою пользу, если человек, например, я переезжаю в другую квартиру на мое место, зная, что уезжает другой жилец, и он перенимает мой контракт. То есть мы просто звоним саппорта и говорю, вот, человек переезжает в мое место, он хочет перенять мой контракт. Просто мой контракт переписывают на него, и он его платит дальше. И сам с ним разбирается, если ему надо, завершает его и так далее. Такое может сработать. Но, во-первых, скорее всего, тот, кто переезжает, у него есть свой контракт, он с ним переедет, потому что иначе ему со своим там разбираться редко бывает. Ну, получается, только когда там совсем человек из другой страны переезжает, у него нет контрактов, он тогда может перенять мой контракт по какой-то причине. Не ведом ли мне, никогда так не делайте, в этом совершенно нет смысла, потому что, во-первых, вы упускаете все бонусы за заключение нового контракта. А заключение нового контракта в Германии на интернет – это всегда бонус. Об этом чуть позже еще расскажу. Во-вторых, вы получаете старое оборудование. В-третьих, хрен его знает, будет оно там работать, не будет. Вообще нет никакого смысла перенимать контракт старый. Всегда, если вы можете, берите новый. Проблема в том, что я в квартиру продал, тут будет потом ремонт, а потом новый хозяин будет сдавать. То есть, я даже не знаю, кто здесь будет жить, и он пока не знает. Пока мы съедем, пока ремонт пройдет, сколько это будет длиться, непонятно. То есть, опять же, новому хозяину перенимать мой контракт вообще нет смысла, потому что он здесь все равно жить не будет. А тот, кто сюда переедет, опять же, у него либо свой контракт, либо он хочет новый заключить. Ну, то есть, в принципе, из этой ситуации нет выхода. Есть только три ситуации в Германии, когда фирмы по своей воле auskulanz, да, по своей воле из, там, ну, скажем так, из душевной доброты досрочно, как правило, расторгают контракт. Это когда человек уезжает в другую страну и присылает им обмельдинг из вон миллианта о том, что все, человек уехал в другую страну из Германии насовсем. Тогда, как правило, он, провайдеры сразу же закрывают контракт без всяких, там, дальнейших выплат. Если человек объявил себя банкрот официально, то есть, оформил все, прошел все, через все, там, финансанты и так далее, что он полный банкрот, тогда тоже могут сразу закрыть контракт. Ну, тут, скорее всего, есть боязнь, что он просто не будет по нему платить. И третий случай, когда человек умер, если клиент умер, то провайдеры, они, как правило, тоже закрывают контракт сразу, чтобы родственники не платили. И надо сказать, что они молодцы, потому что не все другие контракты завершаются по смерти клиента. Германия – это правовая страна, тут все тонко. То есть, например, если человек умер, а у него контракт на жилье, то родственники должны платить три месяца дальше. Если они сразу после смерти уведомили хозяина жилья, что вот его клиент, его жилец умер, и поэтому через три месяца он съедет. Ну, блин, шутки шутками, но ситуация действительно немножко комичная. Во многих случаях приходится даже после смерти контракты продолжать действовать, а вот в случае интернет-провайдеров по закону продолжать действовать, но, как правило, не закрывать. Давайте поищем положительные моменты в этой ситуации, они очень достаточно прозрачные. Так как я переезжаю туда, где мой провайдер текущий не может предоставить мне услуги, мне придется заключать новый контракт. Что я сделаю? Я пойду по ссылке, она есть в описании, выберу себе новый контракт и получу за это какие-то бонусы, плюс как минимум я получу новое оборудование. Зная, опять же, этот закон, зная эту боль, как правило, провайдеры предоставляют в начале какой-то срок бесплатно использования интернета. Например, в Германии первые три месяца могут быть бесплатно, или первый год на 10% дешевле, или другие всякие пюшки. То есть, в принципе, получается, что вот этот вот кидалово, оно компенсируется бонусами. Если вы перенимаете контракт с другого жильца по въезду, выйдя в бонусах лишаетесь. И также вы лишаетесь нового оборудования, потому что на новом месте, соответственно, провайдер вам пришлет, скорее всего, новое оборудование свое. Ну, модемы, по крайней мере. И это клево, потому что модемы старые, они ненадежные, у них там неизвестно от того, как эксплуатировали. Они там пылью забили все и уже там плавятся, например. Поэтому не надо, не берите старых контрактов, берите новые контракты. В описании есть ссылка, вы можете на сайте там поискать, ввести адрес и спокойно совершенно найти себе интернет-провайдера. Если вы хотите поменять интернет-провайдера, просто вот вы живете недовольны интернетом или хотите, или считаете он слишком дорогой и так далее, вы можете закрыть свой контракт действующий, уведомив минимум за три месяца о том, что вы завершаете контракт до конца. Лучше начинать за полгода, потому что, как правило, эти уведомления не доходят, они тупят там, они там говорят, что их не получили. То есть вы пишете просто бумажку «Кюннигунг», находите на сайте провайдера адрес, отправляете туда, через неделю звоните, говорите, получили ли вы мой кюннигунг, там кунды номер обязательно указать, какой контракт, там и так далее. Они говорят там обычно, не получили, ну там начинается, там можно второй раз послать, там по факсу послать, там неважно. То есть по-всякому бывает, если получили, все. Потом где-то за месяц, там до конца контракта, они могут даже позвонить, могут и за три месяца позвонить, могут сразу сказать, если вы чем-то недовольны, давайте мы вам там сделаем предложение, какое-то предложение, например, там обновить оборудование или там опять три месяца бесплатно как новому клиенту и так далее и так далее и подобное. Если вы чем-то недовольны своим провайдером, обязательно его меняйте. Старайтесь заключать контракт в Германии там на 12 месяцев, а не на два года, хотя на два года, как правило, условия заключения контракта получше. И только если вы довольны провайдером, соглашайтесь продлевать контракт. То есть в принципе по умолчанию как бы, если вы недовольны провайдером, напишите пилинг, отправьте, поищите другие предложения. Даже если в этом регионе там ничего не найдется, бывают регионы Германии, где альтернативы просто нет, или там альтернатива хуже, чем у вас есть контракт, там читайте отзывы в этом регионе и так далее, то, по крайней мере, можно попытаться получить получше предложение от провайдера, получить новый модем или там какие-то скидки. Ну, поэтому, можно сказать, я не особо печален тем, что вот такое кидало, что я буду еще три месяца платить там по 25 евро за мой интернет-эншюс, потому что на новом месте наверняка это как-то мне компенсируется. Также известна такая фишечка, что если человек переходит от юнити-медиа в кабель дочном, то они даже до полугода могут бесплатно сделать интернет. А если из кабеля дочном, то в юнити-медиа, то даже до года может быть. Это не как не всегда, но это у них бывают такие акции, можно попросить, можно сказать, что вот там нельзя забрать с собой контракт, приходится искать нового провайдера. В общем, такие случаи известны, так бывает. Вот на этом все, с вами был Степан Бабкин, всего доброго, до свидания.